Выставка «Некрасов. Три реки» — это совместный проект трёх некрасовских музеев, которые расположены в Санкт-Петербурге, в Карабихе и в Чудовской Луке Новгородской области. В настоящий момент с ним можно познакомиться в историко-мемориальном центре музея Гончарова. Река Некрасова — это бушующие события, волны, которые захлёстывали его в Санкт-Петербурге, в Карабихе, где бы он ни бывал. Но самое главное, что везде, где бы он ни бывал, у него были друзья. Одним из которых был и Иван Александрович Гончаров, в гости к которому мы и приехали. Ну и родная Волга также протекает здесь и в вашем Ульяновске. По словам Алены Молчановой, связь с Симбирской губернией у Некрасова самая давняя. Дело в том, что отец поэта владел землями и душами в селах Знаменская и Спасская Мурза Хардатовского уезда. Сейчас это территория современной Мордовии. А Некрасова с Гончаровым связывали добрые отношения. По сути дела, Николай Алексеевич Некрасов открыл Ивана Александровича как писателя. Гончаров написал роман «Обыкновенная история». И рукопись романа он передал своему знакомому Михаилу Языкову с тем, чтобы тот, будучи знакомым Белинского, передал рукопись. Для Гончарова важно было услышать мнение именно Белинского, потому что в 40-е годы Белинский был властителем умов, и все писатели хотели знать его мнение. Ну а Языков открыл рукопись, прочитал первые страницы и решил, что это скучное произведение. И оно лежало у Языкова довольно долго. В 1849 году Николай Алексеевич Некрасов стал владельцем журнала «Современник». В поисках новых произведений он случайно узнает, что у Михаила Языкова, который был близок к кружку Белинского, лежит рукопись Гончарова. Она показалась ему скучноватой. Некрасов же, прочитав лишь первые главы рукописи, сразу пошел с ней к Белинскому. И всю ночь они читали обыкновенную историю Гончарова и были в восторге. В результате роман Ивана Александровича был опубликован в третьем и четвертом номерах журнала «Современник» за 1849 год. После этого Некрасов не раз публиковал произведение Гончарова. Вы видите подлинную книгу, которую Николай Алексеевич Некрасов подарил Ивану Александровичу. И сделал вот такую надпись. Ивану Александровичу Гончарову от автора и друга. Некрасов. Очень хорошая, теплая надпись. Партнером выставки выступила Ульяновская областная научная библиотека имени Ленина, предоставившая для демонстрации редкие издания книг и журналов из библиотеки Гончарова с автографами владельца и дарственными надписями Некрасова. Среди них есть журнал «Современник». Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.